МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у меня Александр Каменный. Итак, о том, что происходит в мире, говорить не будем. Все крутится вокруг Трампа. Эта тема была у нас в прошлый раз. Сегодня поговорим о нашей стране. Дело в том, что правительство уменьшило размер потребительской корзины. Цитирую. Годовое потребление мяса. 8 кг свинины, 2 кг сала, 1 кг пшена, 2 кг гречки, 1 кг овсянки в год, рыба 7 кг в год, 3,5 кг твердого сыра, 5 кг сливочного масла и так далее. Можно продолжать по списку. Взгляните, любопытные цифры. Как вы считаете, Александр Эдуардович, как будем жить дальше? Не похудеем ли? Население может похудеть. А эти, которые там в Верховной Раде. Я обратил внимание, это какая-то закономерность в нашей стране. Они приходят в политику такие худые, в плохих пиджачках. А сейчас так отъелись, что в экран не помещаются телевизионные. Это насчет похудеем. Что касается вот этих продуктов, слушайте, уникально, уникально. Значит, 5 кг сливочного масла. Я когда служил в армии, в 1969-1971 годах, я служил в Страйбате, и там каждому солдату было положено 20 г масла в день. 7 кг 300 г в год. Понимаете? А здесь солдату в Страйбате, а здесь каждому украинцу 5 кг масла. Ну, это смешно. Это корзина для дураков. А интересно, за какие деньги украинцы будут покупать эти продукты после оплаты коммунальных услуг? Одну ложку риса, значит, в день 20 г свинины, да, получается 20 г рыбки может съесть украинец. Это просто насмешка. Причем с одеждой тоже ситуация. Значит, мужские брюки раз в 4 года. Свитер раз в 3 года. Плавки, плавки для тех, кто любит плавать и купаться. Раз в 10 лет, понимаете? А женщины, там колготки, я не знаю, 3 пары колготок в год. Постричься можно будет. Вот раньше было раз в 3 месяца, а теперь пошли навстречу. Теперь можно будет постриться раз в 2 месяца. Ну, слушайте, это какая-то катастрофа. Потому что реальная цена такой корзины, как считают эксперты, это вообще 7 тысяч, минимально 7 тысяч гривен. Все эти цифры, все эти килограммы, граммы, это же все для вас придумали те, у кого миллионы долларов дома лежат в наличке. Коллекции, картины, бриллианты. А вам они, ребята, ложечку риса в день, все, чтобы не поправились. Спасибо. Какой ты худенький. Эй, рабы! Питайтесь! На кухне за кипятком. Живо! Они, наверное, знают хорошо свой народ. Они знают, что огромное количество людей генетические холопы, против не выступят, и, смиряясь с этой ситуацией, будут опять считать свои копейки, голодать, и все в этом же духе. Отвратительно то, что эти люди выберут вот этих миллионеров еще раз. Просто стыд и позор перед всем миром для нашей страны. СБУ заявила, что Россия готовит коварный план против Украины под названием «Операция Шатун». Якобы взломали переписку помощника главы Российской Федерации Владислава Суркова и его подчиненных, в которой действующие лица обсуждали планы по дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине. По утверждениям хакеров, Кремль якобы намеревался, действуя через украинскую оппозицию, развалить страну изнутри. Ну, еще масса любопытных фактов. Взгляните, и хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу. Все якобы, вроде бы, как бы, да. Бездарная фальшивка СБУ. Сто процентно убежден. Не могли даже нормально что-нибудь сделать. Ну, понятно, для чего все это. Боятся досрочных выборов. Тут вот, что смешно, масштабная дестабилизация ситуации на Украине в ноябре. То есть, тогда, когда собирался тарифный Майдан, значит, Майдан там против Гонтаревой, да. Получается, что критика власти теперь, это будет рука Кремля, рука Москвы, потому что они же собираются развалить и будут опираться на оппозицию. Мне нравится название «Шатун». Шатун. Здесь такой фонетический шатун. Они все время говорят, расшатать ситуацию, расшатать. Знаете, Дмитрий Быков когда-то сказал, не расшатывайте лодку, нашу крысу тошнит. Поэтому мне все время вспоминается это. И еще одно, что такое шатун. Шатун – это же ведь медведь. А медведь – это символ Российской Федерации. И они думают, как мы это все красиво сделали. Бездарные, глупые люди, ни на что не способны СБУ. И оно это уже доказало на протяжении всего этого времени. Как вы думаете, под каким грифом может быть план под дестабилизацией ситуации в другой стране? Даже не секретно. Даже не совсекретно с двумя нулями. Это совершенно секретный план особой важности. И, конечно же, об этом плане помощники Суркова пишут на почве и так далее. Вы же поймите правильно. Для того, чтобы такой план реализовать, во-первых, весьма ограниченный круг посвященный. Условное наименование, которое совершенно не указывает на ситуацию, в которой должны находиться и мероприятия, которые должны проводиться. Заниматься этим мы должны первое главное управление – это разведка. Государственное разведное управление Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации. Посольство, консульство. Слушайте, ну просто ни на что не способная организация СБУ. Нашпигована теми, кто работает на Российскую Федерацию, и теми, кто хрешует контрабанду. Вот и все СБУ. Медаль имеет две стороны. Кто организовывает все эти акции протеста, и что они хотят? Понимаете, они хотят на волне недовольства народного, вот эти организаторы акции протеста, они хотят сесть на те же схемы. Вот на те же схемы, которые были в 2010 году, и вернуть денежные потоки в свое русло. Это они и всем этим занимались в 2010 году. Знаете, у меня есть такая несбыточная мечта. Ну, можно же мечтать несбыточно. У меня есть такая мечта. Вернулся бы дней на пять Янукович. Сказали, вот так, мы тебя не трогаем, ты президент, все, садись. Очередь бы выстроилась к нему, чтобы поцеловать его в попку. И в первых рядах этой очереди, вы можете даже не сомневаться, стояли бы ярые, активные регионалы, все эти Гончаренки, Пресманы, Мураевы, Рабиновичи. Ублюдок, убийца. Прости меня. Прости. Прости. Их одна цель – вернуть себе обратно все, что они потеряли. Поэтому они очень быстро так сориентировались. Будем борцами за народное счастье. Не забывайте, кто они такие, с чего они начинали. Следующая новость – отставка Деканаидзе. И не связано ли это с уходом Саакашвили, как вы считаете? Ведь создается впечатление, что он подвел всю свою команду. В связи с этим позиции Авакова усиливается. И чем больше усиливается позиция Авакова, тем ослабевает больше позиция президента Порошенко. И Порошенко становится заложником. Заложником тех, кто будет диктовать правила игры. И счет в этой игре будет не в пользу президента. Такие персонажи, как Яценюк, как Аваков. Если говорить об игре, то это Порошенко прикупил два туза на мизере. Что касается Саакашвили, подвел ли он свою команду. Кое-кто из его соратников говорят, что в какой-то момент для всех членов грузинской команды стало понятно, что что-то изменить в нынешней ситуации в Украине просто невозможно. Уж, Бенджамент, слушай, а мне сказали, что тебя убили. Мне нанесли страшное оскорбление, Леван. А? Айш! Возьми саплю, командуй. Камни на камни не оставим, по кусочкам разделем. Порошок превратим. Не надо ли, Леван? Пойдем до вас. Да но мы должны отомстить. Ну, на этот счет можете быть спокойны. Просится домой, что делать? Ну, отпусти. Идите домой! Идите. Давайте. Квоты на украинские песни. 35% по радио. Вот как вы относитесь к такому решению? Я отношусь положительно. Потому что, я вам скажу, что язык, а речь идет об исполнении на украинском языке, это главное достояние к нации. Но надо при этом помнить, что любовь к языку не должна, ну, как бы, превращаться в комплекс неполноценностей. Песня на украинском языке – это не показатель качества. Да, это очень хорошо. Кто-то любит песни на украинском языке, кто-то меньше любит эти песни. Были две выдающиеся песни на украинском языке. Это «Рушнык» «Редноматы моя», «Ты ночей не доспала». И песня «Червона рута». Вот это выдающиеся, это мирового класса песни. Больше пока я, как бы, назвать не могу. Надо понимать, чтобы песня стала пропагандой, даже языка и образа жизни, чтобы она стала политика, надо, чтобы эта песня стала актом искусства. Не просто там «От-стот-стот-стот-стот-стот», а актом искусства. Вот таким же актом искусства, как, допустим, «Брушнык» и «Червона рута». Российская Федерация. Композиторы. Давид Тухманов. «День Победы». Наш одессит Оскар Фельсман. «С чего начинается Родина». Песня, которую пела Зыкина, потрясающая певица «Издалека долго течет река Волг». Песни Бориса Макроусова «Одинокая гармонь». Какие композиторы это все писали? Выдающиеся композиторы. Там Медеста Бачников. Песня «То одессит Мишка». Она все рождала в тебя чувство гордости за страну. Вот о чем идет речь. Был фильм «Высота» с Рыбниковым, с Макаровой. Там песни не кочегары, мы не плотники. Родион Щедрин написал эту просто простенькую песню. Приказать любить песню невозможно, потому что победит качество. Не очень хорошо у нас с певцами, не очень хорошо у нас с песнями. И я думаю, что вы со мной согласитесь, пока не будет высокого класса, высокого искусства, можно сделать квоту 90%, все равно люди оденут наушники и будут слушать что-то другое. сегодня мы услышим народных артистов Украины и ненародных артистов из других стран. Начнем с песен, посвященных женщинам, неким Гале и Лайле. А помнишь, Валя, так я ворвью пошел и от тебя все ждал письмо. Мой друг собрал, что я другую там нашел, и ты поверила словам. Я столько лет тебя пытался позабыть, кружил по свету, все бежало, не чуя, но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Расет, растет после дома Калина растет, сведет навсегда на вину. Живет, живет в этом доме Калина, а я никак сюда не найду. Живешь ли он в этом доме Калина, а я никак все туда не найду. На голове чуть-чуть уже волос седых и кружит поле моральок. Встречала я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, но и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь, ты только жди, ты только жди. Я вернусь, я вернусь, на ночи, я перебиваю по двери, я вернусь, я вернусь, я вернусь, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ностальгия Народный артист Украины Олег Гаврилюк со своим блеющим мироощущением. А закончим сегодня песней «Мой путь» исполнения, опять же, ненародного артиста. Как часто я встречался с чудаками, что называют тут себя волками. На лапах с бриллиантами часы, а ходят на шейниках, как псы. А тут на днях словечко за словечком. Сам волк признался мне, что он овечко, что душу он овце продал в натуре. И где-то бродит волк в овечьей шкуре. Ты попала в меня своим выстрелом глаз. Ты попала в меня только раз, только раз. Твой таинственный взгляд мне уснуть не давал. Одним выстрелом глаз я сражен на повал. Наповал, 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 я сражен на повал. Почему, как же так, я вопрос задавал. Почему, почему, почему только раз. Я сражен на повал, моим выстрелом глаз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА For what is a man, what has he got? If not himself, then he has not To say the things he truly feels And that the words of one who hears The record shows I could be gone And in it's gone Надеюсь, что вы почувствовали разницу. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's all right. Thank you. You have a great deal. Thank you. Thank you.